Раз, два, три. Поехали. Максимально быстрый разгон. Поворот и ускорение до 100 км в час за 4 секунды. Мощность машин до 400 лошадиных сил. Уверенное пилотирование даже в песчаных дюнах. Это чемпионат республики по ралли-рейдам. Золото Грифона 2021 в Ленинском районе. Эта машина с завода сделана под гонки. Она никогда не была стандартной машиной. Она вся пластиковая. Делали французы. Именно они изготовили весь каркас. Когда-то на этой машине спортсмены покоряли африканские пустыни. Сейчас почти 200 км в час по грунтовым, песчаным и каменистым дорогам Крыма. Железный конь Арсена Демирджи на 500 лошадиных сил. Спортсмен из Симферополя участвует в ралли уже более 10 лет. Неоднократный победитель подобных соревнований. Каждый этап – вызов для гонщиков, которые ездят на открытых и закрытых участках. Могут соревноваться в любой точке планеты. Спортсмены выжимают из машины максимум. Грузовик под номером 107 на сегодняшней гонке привлекает особое внимание. Все просто. Это единственный габаритный автомобиль. Команда «Штурман» в ралли участвует впервые. Автомобиль «ГАЗ-66» 1978 года выпуска. В оригинале, что называется. Особой подготовки спортивной здесь нет. Надеемся на удачу и мастерство штурмана. Вот эта шишига, как называют эту машину, по трассе разгоняется до 100 км в час. А по пересеченной местности ее скорость достигает 80. И, конечно, задача гонщика и штурмана – как можно быстрее преодолеть участок. Максимум ответственности и точный расчет времени – вот что характеризует штурмана. Чтобы не потеряться во время соревнований, дорогу указывает эта книга. Путь участники проходят три раза. Последний раз золото «Грифона» проводили семь лет назад. У нас абсолютно стандартная машина, кроме одного. У нас есть очень сильная доработка, которую мы делали на протяжении 10 лет. Это пилот. И все наклейки, которые на машине указаны. Это пилот. Это пилот и наклейки, да? Пилот и наклейки. На наклейках держится кузов. А так, машина, самое главное для ралли – это колеса. Колеса всегда выбираются с усиленной боковины, да, чтобы, когда едешь по камням, чтобы их не пробивало. Спортивный маршрут держится в секрете. Гонщики узнают о нем только накануне утром. В чемпионате участвуют не только профессионалы, но и любители. Всего 12 спортсменов. Класс «Спорт» едут на время. Класс «Рейд», то есть любители, они едут по нормам времени, соблюдая правила ПДД. Чемпионат состоит из трех этапов. Следующие два пройдут в Симферопольском и Ленинском районе, где выберут победителя. Сабина Дениева, Максим Голубев, телеканал «Милет», Ленинский район.